Слово представителю Испании, пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Господин председатель Испания проголосовала за проект резолюции, представленной Малайзией. Мы сожалеем, что не удалось принять этот проект. Моя делегация считает, что в этом проекте резолюции задержится положение, развивающие резолюцию 2166, которая была принята единодушно Советом год тому назад. Важно подчеркнуть, что резолюция 2166 по-прежнему остаётся в силе. Важно сохранить то единство, которое Совет продемонстрировал при принятии этой резолюции. Сегодня я хочу ещё раз заявить, что Испания осуждает уничтожение самолёта, который выполнял рейс MH17 в июле прошлого года. Мы скорбим в связи с кончиной 298 гражданских лиц, пассажиров и членов экипажа. Хочу почтить ещё раз сегодня их память. Моя страна неоднократно призывала к тому, чтобы сделать всё, чтобы виновные в этом чудовищном преступлении понесли ответственность. Недопустимо, чтобы совершались такие преступления в отношении гражданской авиации. Совет безопасности не может оставаться безучастным перед лицом этой трагедии. Он должен обеспечить, чтобы виновные понесли ответственность, как об этом говорится в резолюции 2166. Хочу ещё раз заявить, что Испания твёрдо поддерживает и проведение технического расследования этого инцидента под руководством Нидерландского совета по вопросам безопасности в соответствии с принципами ИКАО. Мы также поддерживаем работу членов совместной следственной группы. И мы благодарим всех, кто их поддерживает, в том числе и систему ООН, и более конкретно ИКАО, который поддерживает техническое расследование. Как мы говорили ранее, Испания считает, что создание международного специального уголовного трибунала, о чём говорится в предложении Малайзии, будет шагом вперёд в борьбе с безнаказанностью, в обеспечении правосудия для жертв. Нужно продолжать добиваться достижения этой цели. Необходимо показать всем, что такие преступления не останутся без наказания. Это позволит внести вклад в предотвращение подобных преступлений в будущем, в особенности в условиях, когда всё большее число негосударственных действующих лиц имеет возможности для того, чтобы совершать такие акции. В конечном счёте, это вопрос поддержки и сохранения международного мира и безопасности. Спасибо.